Знаешь, Саш, я в своем сознании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах таких же планет. Ладно, у меня не получилось. Всем привет, это Марс Клуб. И сегодня мы жгем свечи и пьем виски. Знаете, почему мы жгем свечи? Потому что на растущую луну надо жечь вот эту специальную свечку, которая тебе деньги принесет. Вот свеча формирует финансовый поток, кирает все кредиты, увеличивает доходы и вот это вот все. Так что пусть свеча горит, мало ли, деньги будут. Все ради контента, ради вас, друзья. Пусть вы будете счастливы, богаты, дом, полная чаша. А сегодня у нас на обзоре... Гамильтон. Гамильтон. Саня, поздоровайся, ты чего? Всем привет. Привет, привет, Саня, привет. Так, ну что, у меня есть классная оригинальная туба. Готов рассказать вам маленькую историю про эту бутылку. Но я сделаю это особенно. Особенность включайся. Итак, рассказываю. Этот виски мне достался в подарок. А когда подарки дарят, стоимость не называют. В общем, я покрутил эту бутылку и понял, что бренд мне этот совсем неизвестен. Дизайн бутылки и туба не сказать, что выглядели дорого. Поэтому мне, конечно, стало интересно, что же это такое за зверь и сколько он стоит. Поэтому я налил себе добрый драм виски и начал изучать информацию, которую сейчас с вами и поделюсь. Начну с того, что у меня нет однозначного ответа. Производят этот виски или уже нет. Дело в том, что в России его купить очень сложно, но практически невозможно. Все известные магазины, которые ранее его продавали, теперь не продают. А на кнопках купить написано нет наличия или цена отсутствует или еще что-нибудь. Ну, в общем, сами все видите. Только в магазине Декантер я нашел его в продаже, но в ограниченном количестве. И то со склада надо ждать там несколько дней. Но давайте вернемся к нашей бутылке. Бренд Гамильтон или Хамилтон, тут и так и так правильно, ошибки нет. Принадлежит компании Ангус Данди. Мы про эту компанию чуть позже поговорим отдельно. В общем, в классической линейке этого виски Гамильтона представлено 4 вида. Из 4 регионов страны. Это Спейсайд, Хайланд, Лоуленд и Айла. И каждому региону соответствует определенное оформление, упаковка и этикетка. Ничего не напоминает? Конечно, виски МакКлэландс, который еще можно купить в России, да и в целом в мире он еще продается. Ну и какое совпадение. Этот виски представлен также в линейке из 4 регионов Шотландии. Отец, кстати, на него ролик снимал. И он тоже является представителем нас виски. Ну то есть, без указаний срока выдержки. Ну и вот вопрос, кто кого скопировал? Вернемся к нашему Гамильтону. Помимо 4 основных вкусов, в линейке есть еще 2. Один, предоставляющий повторный регион Лоуленд, но уже однозерновой виски. Ну то есть, сингл грейн. Второй, это Айлас Блендед Молт, который собран из сортов, изготовленных на других шотландских островах. Ну типа Аранд, Джура, Скай, но не включающий саму Айлок. Островной Блендед Молт получается. То есть, всего в линейке 6 релизов. Вот они все на картинке. Теперь немного про компанию Ангус Данти давайте поговорим. Она владеет двумя заводами, производящие виски. Томин Тул в Спейсайде и Глен Кандам в восточной части Нагоре Шотландии. Компании принадлежит такие известные бренды, как Смоки Джо, Олд Балант Руан и, соответственно, Томин Тул. Все эти три бренда вызывают лично у меня большое уважение, ну а также повышают интерес к Хамилтону. Кстати, ролик про Томин Тул у нас есть на канале, посмотрите его обязательно. Также компании принадлежит завод по розливу в Котбридже. Это возле Глазго. Именно там виски и разливают. По разным источникам экспорт виски компании делается в 70 либо 80 стран мира. Арсенал компании включает огромный спиртовой запас. Ряд из них был произведен еще в 50-х годах 20 века. А примерно в 2013 году компания заявила о том, что выпускает виски Хамилтонс. Но это самое раннее упоминание, которое мне удалось найти. Моя же бутылка выпущена в 2016 году. Ну а более поздние релизы я даже и не видел. 16-й год? Да, 24-й, но 6-й, 16-й. Да ты чё? Да. Вот такой старичок у тебя. Мне уже стало жалко, что мы ее открыли. Я изучил сайт компании Ангус Данди и там отсутствует информация о Брэдди Гамилтонс, будто его вообще никогда не было. Отсюда у меня и сложилось впечатление, что этот виски больше не производят. Но с чего я взял, что Ангус Данди производит Хамилтонс? Логичный вопрос, да? На самой бутылке написано «Компания-производитель Чарльз Гамилтон ЛТД». И если вбить эту информацию в Google, то вы найдете реестр компаний, который показывает, какие компании кому принадлежат. И там написано, что Чарльз Гамилтон – это бренд, который входит в группу компаний Ангус Данди. Ну и, собственно, отсюда связь. Ну ладно, не все так сложно. На самом деле в интернете легко гуглиться, что Хамилтонс принадлежит Ангус Данди. Ну, в общем, на сайте информации нет, сайта про этот виски нет, ничего нет, в продаже нет. Поэтому, скорее всего, у меня эксклюзивный эксклюзив, который больше никогда никто не произведет. Ну, купить еще, наверное, остатки можно. Ну, а мой виски Гамилтонс представляет регион Спейсайд. Давайте про этот регион и поговорим. Спейсайд – это регион Шотландии, известный своими прекрасными скотчами. Сам он так называется, потому что там протекает река Спейсайд. Виски Спейсайда часто получают самые лестные отзывы. Они многогранные, максимально мягкие, элегантные, немножечко фруктовые, сладкие, ванильные. Ну, в общем, то, что делает виски поистине популярным напитком. По размеру Спейсайд гораздо меньше того же Лоланда и Хайленда. Но именно в этом регионе наблюдается самое большое количество дистиллирий не только в Шотландии, но и во всем мире. Самые знаменитые бренды когда-то давно начинали свою работу именно здесь. Алтамор, Гленфидик, Гленглан, Гленливид, Маккавен, да и многие-многие другие. Недаром этот регион еще называют страной виски. Всего в Спейсайде около 50 действующих предприятий. Забавный факт, дистиллирии в Спейсайде настолько близко расположены друг к другу, что не всегда даже понятно, это два разных завода или один большой. Помимо знаменитой реки Спей, в регионе предостаточно и более мелких, но не менее известных природных источников. Например, Финдхорн, Лоси, Эйван, Ливид, Фидик. Знакомые названия, не правда ли? Если подставить туда Гленг, что получится? Ну, вы все сами понимаете. В общем, открытый доступ к воде в свое время и привлек в эти регионы десятки производителей виски. Они там до сих пор все и стоят. В этом небольшом шотландском регионе производят до 60% объема виски по всей стране. Многие заводы работают уже не один век, и у меня это лично вызывает уважение и доверие. Думаю, у вас тоже. Подрезюмируем вышесказанное и пару слов про технологию производства. Это шотландский виски из региона Спейсайд. Я жду от него в ароматике сладость, сливки, ваниль и риску. Во вкусе, наверное, плюс-минус то же самое. Бутылка объемом 0,7. Три года выдержки в дубовых бочках. Виски односолодовый дичменный. Двойная дистилляция с применением холодной фильтрации. На этом все. Давайте теперь перейдем к столу и попробуем этот виски вместе с вами. Ну что ж, Сань, я думаю, этот виски тебе понравится точно. Как я уже сказал, это три года, и в целом от него многого ждать не стоит, кроме вот этой вот ванильности, сладости и риски. Раньше эта бутылка стоила копейки, а сейчас она стоит где-то 2,5-3 рубля. Пожалуйста, сударь, угощайся. Проблема вот этого ролика в том, что если даже этот напиток нам понравится, и мы будем его рекомендовать, его будет достаточно сложно купить. Вроде подышал 4 минуты. Да ему много дышать не нужно, потому что все-таки это трехлеточка. Ну это вот для меня, для меня, честно сказать, это не виски. Но я сейчас уверен, что Саша кайфанет. Почему? Потому что сладости... Бейсет, молочные риски. Ириски. Сладость, ванилька. Он как будто Ной ороспел. Начинается с... Ну прям слушай, сладость, сладость. Ну что? Меньше слов, короче, ролик. Давай, давай пить. Давай попробуем. Мне уже интересно. Ароматика у него была абсолютно не спиртуозная. И когда ты его нюхаешь, ты не чувствуешь спиртов вообще. То есть он настолько грамотно сбалансирован. И когда ты его пьешь, ты такой типа, о, а в нем еще есть алкоголь. Такой типа не ожидаешь. Он очень сладко-приятный, ванильный. И вот эта вот ириска, да, вот мы с тобой это слово для себя открыли сейчас. Она везде, эта риска. И в аромате, и во вкусе. Молочная риска. Молочная риска, да, да, да. Я первый глоток сейчас делал, и я подумал, что он будет колючий. Но он был мягкий. Очень мягкий. Не питкий, мягкий, сливочный, ирисочный, и все. И все. И все. Он по вкусу другой. Ну, вкусно. По вкусу вкусно. А, вкусно. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Они различаются, я так скажу. Highland и Spiced. Все, конечно, отличаются. Ну, недавно мы с тобой пили Highland'овские, и, типа, я могу точно сказать, что Spiced различия есть. Смотри, как ты подрос в своем познании. В твоем познании настолько преисполнился. 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 Не зря у тебя такая футболка. Преисполнился, Александр. Ну что ж, друзья, на самом деле про этот ролик больше и сказать-то нечего. На самом деле достойный вискарик, приятный ванильно-ирисковый вкус. Не стандартный для меня, непривычный для меня. Не похожий на тебя. Не похожий на меня. Ты бы за 3 тысячи купил его? Да нет. Да вот и я бы нет. Я лучше Highland'овский возьму за тысячу. Да вот же. Спасибо за просмотры. Не хейтите сильно в комментариях. Лайки, подписки, колокольчики. Телеграм подписывайтесь. Спасибо, Саша. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, потому что там мы выкладываем бэкстейджи. Много шутим, много мемов. Классные какие-то истории из жизни. В том числе и Сашины, мои, отца и вообще всего морсклуба. А нас много. В общем, переходите, подписывайтесь на наши соцсети. И мы будем вам рады. Спасибо за просмотры. И пока-пока. Ну а это уже полюбившаяся всем рубрика. Черно-белый финал ролика. Так. По-моему, это не черно-белый. Сейчас сделаем. Вот так. Вот. Так-то лучше. И что я хотел сказать. Дело в том, что этот ролик мы снимали месяца два назад. Может быть, три где-то в декабре, в общем. А сейчас в март. Да. Три месяца, наверное, прошло уже. И монтировал я этот ролик почти месяц. Я по чуть-чуть, по чуть-чуть его монтировал, не спеша, в свое удовольствие. И когда я монтировал, я изучал в том числе Space ID, историю Гамильтонса. В общем, было очень интересно. Я действительно получил большое удовольствие, делая этот ролик. Ну и, конечно, когда я этот ролик делал, как видите, бутылка по чуть-чуть пустела, пустела. И я этот виски попивал, прислушивался. В нем ничего я нового не нашел, кроме сливок, ирисок, сладости. Может быть, немножко ванили, легкости, питкости. И, по сути, все. Таких профилей, я думаю, очень много. Вы наверняка что-то подобное пробовали. То есть, если вы этот виски нигде не найдете, то подобное, я думаю, найти можно. Мне это напомнило отдаленно. Знаете, такой виски в Бристоле продается. Джимми или Джимми, как-то так называется. Там олень такой нарисованный, мультяшный. Вот, чем-то похож. Ну и, в общем, я такой вывод сделал, что мне этот виски все-таки нравится. Да, он классно подойдет в компании к женщинам. Если вы, например, хотите провести вечер в женской компании и угостить их в виски, чтобы их это не разочаровало, это виски подойдет. Идеально подойдет. Также этот виски я бы назвал таким, знаете, виски для непринужденных бесед. Вот, когда вы в компании друзей просто общаетесь без каких-то переговоров, а просто такие легкие беседы. Возможно, я бы этот виски отнес бы к летним напиткам, если это такой теплый летний вечер где-нибудь за городом. Опять же, в компании друзей, может быть, перед костром. И вам захотелось немножечко виски, когда уже, знаете, вечереет, прохладно, можно укутаться пледом и смотреть на звезды, что-то такое пить. В общем, есть в нем своя изюминка. Ну, а если вы досмотрели до конца, если вам понравился мой такой большой опыт создания таких роликов, моя история, точнее, этого виски и вот эта история, как я это все готовил, напишите в конце, в комментариях слово «спейсайт», я узнаю, что вы досмотрели до конца. Мне будет приятно. Ваше здоровье, Чинь-чинь, миру-мир. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok